При работе с контрактурами мы обязательно работаем на мышцы-разгибатели тазобедренного сустава. Это очень важные мышцы, крайне важные мышцы при обучении ходьбе при парной ампутации бедер. Без хорошего, правильного, функционального состояния этих мышц, без достаточной в них силы, пациент не сможет даже встать ровно на двух протезах, не говоря уже о том, чтобы освоить ходьбу на двух протезах бедра. Для этого в исходном положении, лежа на спине, мы кладем валик. В данном случае как раз можно сразу под обе культи. И просим пациента подниматься, опираясь культами на валик. Поднимаемся вверх, держим несколько секунд и опустились. Хорошо, еще вверх, держимся и опустились. Валик хорош для ослабленных пациентов, для тех, у кого силовые качества сильно снижены, для тех, кому очень тяжело оторваться на двух культих. Для пациентов более молодых, более сильных, например, после травматической ампутации, мы валик можем заменить на мячики. Мячики не так стабильно стоят на полу и перекатываются при малейшей опоре на них не по оси. Это заставляет дополнительно работать мышцы-стабилизаторы позвоночника. Поднимаемся вверх, держим и опустились. Еще раз вверх, держим и опустились. Хорошо, усложняем. Делаем с переносом массы на одну сторону. Симметрично поднимаемся на двух, одинаково опираемся. Перенесли массу на правую, например, вернулись и опустились, расслабились. И то же самое на левую сторону. Поднялись вверх, перенесли массу на левую, опустили и опустились, расслабились. Хорошо. Далее усложняем. Можем убрать один мячик и оставить подъем только на одном бедре. Поднимаемся, держимся и опустились. И продолжаем вверх и опустились. Хорошо. Вариации могут быть разными. Можно с полным опусканием на поверхность, можно как пружинка оставаться в воздухе. Все зависит от силовой выносливости нашего пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова